Девушки отдыхают 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 чужую боль воспринимать как свою собственную боль, гордиться нашими героями, снимать шляпу и клонять этим людям. Фотовиставка Йосипова, конечно, важлива для украинского суспільства, адже это не просто фоторепортаж, когда ты приходишь и снимаешь по редакторскому завданию, это системная работа, которая продолжает уже больше двух лет, начиная с Майдану. Йосип снимает бейцев, за каждой святой стоит своя история борьбы и надея, он проживает с бейцами на сложнее время их жизни, проживает с их семьями. И на закінчение хочу сказать, что это выставка про героев, которые защищали наше будущее, сейчас они защищают свое будущее, и мы должны им помогать. Цикаво, но очень, даже больно, и настроение немного исполнено. Ну, осознание, то, что на их месте может быть каждый, никто не застрахован от этого. Тяжелая выставка, вроде бы оно не самое здесь плохое, но, да, навеювает воспоминания, ну, страшно идти по этому коридору, конечно. Ну, и что самое хотелось бы сказать, чтобы, наверное, пригласить тех людей, которые, ну, нам в городе говорят, да, атошникам, что они нас туда не посылали, вот, и что для кого и для чего мы там воюем, ну, то есть им не надо, скажем так. Вот, поэтому так бы тоже хотелось, чтобы они пришли, посмотрели, как ребята здесь на фотографии изображены, ну, и тоже подумали, для чего оно, и кому оно надо. Такие виставки нужно проводить, потому что я, большинство этих бейцов, как бы знаю про их информацию, знаю их историю, на счастье, многим из них уже краще, многим из них уже мают протезы, повертаются до нормального життя, но, дивлячись на эти виставки, ты бачишь значительно больше, в этих виставках значительно больше боли, а не просто у знімках пересечных волонтеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова